Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой видеообзор магазина Ikea, который находится в Праге, в районе Зличин. Здесь метро тоже есть Зличин. Погода сегодня пасмурная, ноябрьская, снега нет. Давайте прогуляемся со мной. История компании имеет шведские корни и поддерживает имидж шведской компании. Основана в 1943 году в Швеции основателем Ингваром Кампрадом. Основатель Кампрад начал торговать, когда ему исполнилось 5 лет. Когда купил спички оптом в Стокгольме и продал их своей небольшой деревне в розницу, впоследствии разносил товары лично и посылал их по почте. Тогда это были ручки, карандаши, кошельки, рамки. В 1948 году в ассортименте впервые появилась мебель, а в 1958 году открылся первый магазин Ikea в Швеции. Сеть магазинов стала разрастаться и в 1963 году Ikea вышла на международный рынок, начав с Норвегии. Вот такая история у этой компании. Так, вот сковородки здесь с ценами. 399 крон, 400 крон. Говорят, цены подорожали сейчас в Ikea. Кому интересно посмотреть цены. Такой ассортимент сковородок очень много. 599 крон. Эта скалка мне очень понравилась с рисунком. Отдельно продается и скалка отдельно. 89 крон. Такие лопатки в большом ассортименте. Такие наборы. Если вас спросят, с чем ассоциируется в Швеции, в первую очередь практически каждый второй наверняка вспомнит Ikea. И это неудивительно. Ikea знает и любит практически в каждом уголке мира. Их называют гением маркетинга. Ikea спроектирован по принципу лабиринта. Это сделано специально для того, чтобы у посетителей не было выбора не ознакомиться по возможности со всеми товарами. У сотрудников есть даже кодовое название «Длинный естественный путь». Однако стоит знать, что между отделами есть секретные проходы. Наверное, вы знаете. Они не закрыты, но их безусловно сложно вычислить. Ситуация затрудняется также тем, что местоположение секретных проходов часто меняется, так как внутри магазинов стены стоят на колесиках. Такую информацию я узнала. Следующий маркетинговый ход – это полная свобода действий. Посетителям Ikea позволяется делать все, что им захочется. Прокатиться в тележке, надеть халат и разгуливать в нем по всему магазину и не купить его в конце. Спать там, где захочется, и вас никто не потревожит. Этот потрясающий подход стал давным-давно фирменной карточкой компании. Например, если вы пришли с детьми, то есть специальные игровые площадки, где вы можете оставить их спокойно делать покупки. А если вам срочно нужно покормить грудного ребенка, то сотрудники магазина проводят вас в специально оборудованную комнату, где вы сможете покормить ребенка или сменить подгузники и т.д. Это и есть такой маркетинговый ход. Продавцам строго запрещается самим подходить к клиентам и предлагать помощь. Этот факт не особо приятен клиентам, любящим пошуметь и поспорить с продавцами-консультантами. Однако, если вы позвали сотрудника, он обязательно незамедлительно подойдет и поможет вам. Вот такой ассортимент подушек. Такая подушка интересная, приятная. На ощупь мягкая. Вельветовая какая-то. Большой ассортимент подушек разных цветов. 129 крон. Такая целая гора подушек. Такие подушки. 8 в 9 крон. Цена за подушку и цена за наволочку. 279 крон. Около 1000 рублей. Набор постельного белья. Тут интересный наборчик для детей с пингвинами. 499 крон. 2500 рублей. Такой ассортимент разнообразный. Разная палитра. Цены надо умножить на 2 или 3. Не знаю сейчас какой курс и получится цена в рублях. Цены в кронах. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Пишите в комментарии, что хотели бы еще увидеть из Праги. Я обязательно сниму вам, покажу. Если хотите с ценами что-то покажу. Ставьте лайки обязательно для поддержки моего канала. Спасибо, чтобы больше людей узнало о моем канале. Будет больше мотивации что-то для вас снимать. Если вам интересно. Такие коврики. Шерсти. 809 крон. Очень мягкая. Такая приятная. На ощупь. Не знаю натуральная или не натуральная. на ощупь. Такие по 499-1500 рублей где-то. на ощупь. Отдел. Ковр. Ковр здесь. Приятные на ощупь. Халатики. Мочалки. Корзины деревянные интересные. Для белья. Все для ванны, а это я. Как вам моя курточка? Ванны и комнаты. Я все не снимала, только выборочно. Прошлась так быстренько. Если все снимать, то очень долго будет. Коробочка такая, 129 крон. Можно туда, кстати, подарок упаковать. Такие разные коробки. Интересные. Вот это мне очень понравилось, но она очень тяжелая. Тоже интересные. 299 крон. Деревянные такие наборчики. 399 такая корзина. Это тоже интересно. 199 около 600 рублей. Это в виде шляпы. Вешалок огромное количество. Большой ассортимент. 15 крон. Ролик для одежды. Ролик для одежды. Их шляпы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ароматные свечки здесь очень пахнет в этом отделе вкусно тоже большой ассортимент разные ароматы дополнение к интерьеру такие кактусы елочки и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...